народ всем привет сегодня я хочу поделиться с вами своим переходом из периода сушки то есть дефицита калорий максимального жиросжигания в период масса набора и соответственно профицита по калориям и активного набора мышечной массы как я уже как-то рассказывал в одном из прошлых видео у меня это происходит сезонно и осень это всегда радостное время переменные поглощение вкусняшек и всего того что так хотелось все лето но так ли это на самом деле действительно ли я могу есть все подряд ну конечно нет и поэтому я хочу поделиться вот так сказать своим опытом что работает у меня что мне действительно позволяет потихонечку растить мышечную массу при этом избегая главной проблемы этого периода набора жировой прослойки которая всегда сопровождает рост мышечной ткани но от этого вы никуда не денетесь кстати если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы получать уведомления и у меня конечно тоже не получается на сто процентов ловить баланс и мышцы без лишнего жирка к вам в дом не приходят они ходят только парами однако можно попытаться ловить баланс стараясь чтобы этот процесс был более замедлен однако сразу стоит отметить несколько нюансов я осознанно еду на то что мышечная масса при этом тоже будет наращиваться медленнее чем при большом профиците и практически при бесконтрольном питании там главный уровень белка плюс углеводы если вы новичок и у вас мало мышечной ткани и особенно если вы эктоморф или вы просто хотите максимальных результатов по увеличению себя любимого то вам стоит есть гораздо больше и плевать обсе на уровень подкожного жира потом легко скинете и я стараюсь оставаться более-менее в форме все-таки весь год максимально сохраняя ну не рельеф своего тела но какой-то вот период активного роста я уже не перехожу какие-то огромные состояния и я уже давно достиг именно той формы который меня ну в принципе вполне устраивает а вот насколько у меня это получается я и хотел поделиться с вами особенно учитывая тот факт что я довольно ленивый атлет и считать как это делают профессионалы там до граммов количество углеводов белков и прочего на профиците ну мне лень я это активно делаю период сушки но на масса наборе ну бывает все и лишняя печенька и блинчики там теща напекла и котлетку ужину и надкусил я знаю что многие кто смотрит это видео точно такие же все мы подвластны соблазнам и небольшой лень однако ну какие-то общие пищевые привычки у меня присутствуют всегда именно они позволяют мне не набирать лишнего жирка в период работы на массу минимальное количество белков в день нужно выдерживать чтобы с вами не происходило даже если вы объелись тещинами пирожками с капустой там пачка творога куриная грудка белковый омлет в себя запихнуть просто необходимо да вы значительно превысите по калориям но без белка нет роста поэтому лучший вариант сначала миска творога а уже потом если место осталось там тещина вперед пирожков хоть до отключки можно и протеины выпить таких случаях но если вы его используете все что я контролирую на массы наборе как и на сушке это жиры постоянно и неуклонно жиры всегда идут жиры если вы будете их поглощать бесконтрольно то наберете лишка очень быстро и если период сушки диапазон по жирам составляет примерно там 0 3 0 5 грамм на 1 килограмм веса то в период массы набора где-то до 1 грамма можно выбирать но я обычно стараюсь удерживать вот 0 7 1 грамм а вот углеводы я уже поглощаю в больших количествах причем не только медленные но и быстрые это может быть там и овсянка на завтрак и гречка на обед и печеньки с пряниками на полдник проблема только в том что большинстве продуктов с быстрыми углеводами часто замешанные более большое количество жиров и за столько лет я понял одну простую истину если вы активно тренируетесь у меня 4 силовые тренировки в неделю то никакой сахар вам не страшен вообще имеется в виду опять же по набору жировой прослойки конечно страшен ли жир который зачастую этот сахар сопровождает на практике увеличение веса за счет жировой до мышечной массы при удержании жира на 0 7 1 грамм и бесконтрольного поглощения углеводов у меня происходит тут примерно 1 килограмм в месяц но уже это после быстрого отката после тому ходу сушки там обычно сразу пусть 5 кг налипает если я перестаю контролировать жены то это один килограмм в неделю ну иногда 2 еще раз повторю очень важный момент не контролировать углеводы сахар и прочее можно только в том случае если вы реально набираете мышечную массу и хотите много активно тренироваться и работаете на и и если у вас нет проблем с генами так сказать и кстати народ мы рады вам сообщить что у нас вышла новая книга теория фитнеса обезжиривание она не только для тех кто мечтает похудеть и изменить свое тело из нее вы узнаете что такое основы диетологии бжу как покупать продукты в магазине как нас дурят маркетологи и немного разберемся спортивных добавках и конечно упражнения тренировки наша программа как составить свою тренировочную схему и как потом выйти из диеты чтобы обратно не разнесло но это еще не все сейчас действует акция и при заказе книги вы получите вторую нашу книгу теория фитнеса упражнения с техникой и лайфхаками по всем самым популярным и эффективным упражнением так что ссылочка в описании при этом у меня еще есть парочка моментов которые я стараюсь контролировать если это вкусняшки то с минимальным количеством жира в них да это пряники и зефирка и соломка и так далее никаких булок хлеба лишние сдобы там с маргарином и прочей такой лобудой я могу есть хоть сахар ложками но желательно перед этим все-таки хорошенько поесть простой еды дабы уменьшить всасываемость этого сахара в кровь ну как бы увеличить гликемический индекс именно поэтому чай с пряником после обеда это нормально чай с пряником вместо обеда или как перекус это лишние граммы на попе и отсюда я не употребляю еще сахар и другие продукты с большим количеством сахара ну как бы просто так то есть не сладкая вода соки чай с сахаром все это мимо как итог я особо ничего не считаю я просто соблюдаю ряд правил основанных на ранних подсчетах и наблюдений белок в виде пачки творога омлета куриные грудки говядины на обед или ужин минимальное количество жиров где бы то ни было ни в салате виде масла не в булках виде маргарина не в сладостях и углеводов много углеводов для роста для мышечного роста для сил для энергии для активного пахания в зале так сказать но только при опять же да при активных тренировках и без лишнего пустого сахара хочешь слопать пряник или там тещины блины да пожалуйста но оставь его на послеобеденное чаепитие в общем как то так народ если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик читайте нас в яндекс зене все ссылки в описании всем удачи народ всем пока и